Учитывать обязательно медленный аспект инский и мягкость, и лёгкость. Если вы жёстко схватите кого-то руку, он сразу же вырвет её. Вы не сможете контролировать. Но если очень плавно, мягко, тогда вы держите его. Вы держите его, она начинает вырваться. Легко. А если вы плавно держите, тогда вы контролируете человека. Если вы тянете, человек сразу же сопротивляется. А если мягко, 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 мягко. Присаживай. Спасибо. Ну, опять же, это очень открыто. Я могу сказать, что все разные вещи. Я не организовываюсь. Я могу просто остановиться здесь, чтобы посмотреть, если у вас есть вопросы, чтобы отвечать. Я вообще могу такие истории и примеры приводить целый день или днями. Но, может быть, сейчас остановлюсь, и у вас есть вопросы, вы зададите, я отвечу. Отлично, нет вопросов. Отлично. Отлично. Чтобы овладеть, надо заниматься цигуном или какие-то другие предложения. Это во всем. Это во всем. Чем мы занимаемся, во всем это есть. Это во всем. Но, когда ты говоришь о силах. Люди, люди, которые ходят в тренажерный зал, занимаются фитнесом. Они занимаются фитнесом. У нас тоже. Мы тренируем мышцы. Мы таким образом свою сердечно-сосудистую систему, например, можем управлять. Это может помочь дыхательной системе. Но на самом деле для здоровья истинного это мало помогает. Когда мы заболеваем, то, что в первую очередь страдает почки, печень, желчный пузырь. То есть то, с чем надо работать в первую очередь. Такие вещи связаны с вашим здоровьем, а не с вашим сильным мышцем. Для того, чтобы в цигун, практикуя цигун, тренировать силу, нужно стоять в позе. Столбин. 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 Это универсальная практика. В целом чигун практике у вас есть столбин. Традиционная стоячая поза. Можно стоять 10, 20, 30 минут. Здесь видимых усилий нету, но это на самом деле будет тренировать вашу силу. Встаньте, пожалуйста, все. Спасибо.